И я думаю, что сегодняшняя лекция у нас будет такая обзорная, вступительная. Если кто-то захочет, заинтересуется этим БДЖП, то можно почитать на Хабре. Более подробно, более развернуто, посмотреть и практики, и лабораторные. Там очень хорошо все расписано. Что такое вообще протокол БДЖП? Как это расшифровывается? БДЖП – Border Gateway Protocol, то есть протокол граничного шлюза. На самом деле все протоколы, ну это протокол динамической маршрутизации, конечно же. Все протоколы динамической маршрутизации у нас делятся на два вида, на внутренние и внешние, относительно нашей сети. Мы до этого еще рассматривали только внутренние протоколы, мы рассматривали, мы только ОСПФ рассматривали, что про RIP мы ничего не говорили, особенно потому что он уже все, до IS и IS мы не дошли. Соответственно, у нас есть внутренний протокол ОСПФ, который мы знаем, потому что мы прошли. И теперь есть внешний протокол БДЖП. Дальше поймете, я буду показывать с картиночки, внешний и внутренний относительно чего. Смотрите, БДЖП работает по протоколу TCP на 173-м порту и устанавливает внешние маршруты. О чем это нам говорит? Во-первых, внешние маршруты он устанавливает относительно нашей автономной системы. Автономная система, это, может быть, по-простому сказать, что это наша сеть, то есть сеть, которую управляем мы. То есть, ну, как системный администратор, да, это то, что вот под нашим контролем. Мы считаем, что внутри у нас протоколы внутренней маршрутизации, такие ОСПФ, там, РИП, ИСИС и так далее. И как бы мы ей управляем. Соответственно, внешние маршруты, это маршруты, которые устанавливаются между нашей автономной системой и всеми остальными автономными системами. То есть, можно сказать, что, в принципе, интернет как сеть у нас состоит из множества автономных систем, которые между собой связаны с помощью протокола БДЖП. БДЖП это протокол, так называемый, у нас еще есть две группы, ну, как внешние и внутренние, да, если по-английски это сказать, у нас есть EGP, это внутренний протокол, а EGP, ну, группа внутренних протоколов, а EGP это группа внешних протоколов. В группу EGP, то есть интерьер G2A протокол, у нас ходят ОСПФ, РИП, ИСИС и так далее, да. В группу EGP, EGP, по факту входит только один, да, и когда мы, да, БДЖП протокол, и когда мы говорим протоколы и группы EGP, мы подразумеваем протокол БДЖП. Вот, а дальше мы, а, наверное, мы не увидим, но в этой сети для самых маленьких там, а, у меня в конце будет пример, да, где там будет как раз вот именно вот это вот, да, что говоря о EGP, мы подразумеваем БДЖП. Как бы, ну, так получается, да, что БДЖП, он как бы все вытеснил протоколы, потому что он специализированный на этом, вот именно для внешних связей получается. Смотрите, что нам еще первая строчка говорит? То, что он работает по протоколу TCP на 173-м порту. Просто как мы, кто-то помнит, кто-то не помнит, кто ходил на ОСПФ, а ОСПФ у нас работает на уровне как раз IP и на, блин, я забыл, как тут уровень называется, на транспортном. А БДЖП, получается, у нас работает на… Сетевой, а сетевой? Сетевой, нет, он выше. Но он транспортный и сетевой. Ну, в общем, получается, БДЖП у нас работает на уровне приложений, а ОСПФ у нас работает ниже уровнем. То есть, ну, нам это дает определенные плюшки, на самом деле, что БДЖП работает на таком уровне. Вот, мы дальше увидим, что… Ну, почему это нам удобно. БДЖП имеет относительно низкое время сходимости. Ну, все, наверное, представляют, что сходим из сети. Просто так как это протокол внешней маршрутизации, да, смотрите, здесь получается такая ситуация, что вот внутренние маршрутизации, это вот ОСПФ и СИС, мы хотим знать все, что происходит в нашей сети. Хотим знать это вот как можно быстрее. Если какая-то сеть падает небольшая, да, ОСПФ сразу, вау, вау, алярм, алярм, там рассылает сразу всем апдейты, говорит, да, там сеть упала, там сеть поднялась, сразу же хоп-хоп-хоп, опять апдейт, и все, быстренько там сеть сошлась. Мы как бы именно боремся за быстроту сходимости. Мы хотим, чтобы быстро мы знали, что происходит в нашей сети, чтобы мы там могли управлять пакетами максимально быстро, автоматически и удобно. Вот, а БДЖП, так как он работает все-таки как внешние маршруты, да, там по факту он на маршрутизация именно в интернете, да, что мы представляем, что в интернете, блин, там столько сетей, как бы там постоянно, там каждую секунду какая-то сеть падает, какая-то поднимается, там, да, какой-то маршрут обрывается, там линки постоянно там теряются, перестраиваются, там пипец что творится. Соответственно, просто ни один протокол внутренней маршрутизации, он не сможет за этим успеть, он не успеет, ну, как бы, если бы вот эту вот информацию пытались передавать вот как протокол SPF, да, максимально быстро, то у нас бы просто начался уже кошмар бы. Вот, соответственно, БДЖП был построен так, что вот, о, сеть упала, ну, ладно, окей, я там подожду. О, еще одна упала, ну, ничего, сейчас я накоплю апдейтов, у него так называемые пакетные обновления. Он такой, БДЖП, ага, окей, упала, ничего, ждем, 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 такой, о, время апдейтов, и такой пересылает своим соседям, говорит, у меня вот такая-такая сеть упала, такая поднялась, и рассылает. Соответственно, второй тоже сосед его тоже ждет, потом ждет еще, еще, еще ждет, потом накапливает эти все апдейты, и потихонечку он так и это. Соответственно, за счет этого у нас снижается нагрузка. Но здесь просто, но, с другой стороны, это все-таки чем удобно, это быстрее, чем чинить кабель, который экскаваторщик там перекопал, что пока мы починим кабель, у нас может пройти там день или два, как бы, а БДЖП, ну, у нас за это время, там, за сколько-то, там, за час или за два часа успеет разослать информацию о том, что у нас этот кабель упал уже по всему миру, там, по факту, да. Все уже будут об этом знать, что надо идти по другому маршруту. Вот. А, вот, да, ИДЖП, это вот такие, ОСПФ и СИС, вот третьей строкой, да, там, поддерживают внутренние маршруты. А БДЖП работает поверх. Как бы, я взял в кавычки, потому что потому что, почему? Потому что за счет своей структуры, за счет своей логики работы, что случилось? Электричество скачет? Мы не сдохли. Убьем последний рабочий проектор. Вот. Так, он за счет... Что у вас? Там что-то интересное происходит. Ну, это не тут, это где-то... Я рекомендую посмотреть. Что-то пытается помешать. Ну, ладно, пускай. Не-не-не-не. А, может, сейчас это не горячим? Чуть-же алярм. Алярм, алярм. Он же не должен мигать. Ну, ладно, пускай, пускай, пускай. Так, продолжим сейчас, может, кто-то придет себя. Чуть-чуть. Да нет, это нормально. Последний проект рубили. Ну, ладно. То есть, я закончу. Почему он работает как бы поверх внутренних протоколов мортизации? Потому что, по факту, как сказать, мы можем через себя, мы как автономная система, как бы, да? О, тяжело. Мы как автономная система можем через себя пропускать трафик. Вот так я скажу. То есть, у нас есть автономная система провайдера. Провайдер через себя пропускает трафик. Мы как автономная система, если мы связаны с несколькими провайдерами, если мы неправильно настроили BGP, то мы, да, то мы… Через нас индусы сидят. Да, да, не то, что индусы, но он просто так маршрут устроится, что через нас проходит как бы сок интернета по факту. И мы не можем никак на это повлиять. Ну, как-то… Ну, в смысле, как? Если мы неправильно уже сконфигурили, то через нас оно идет. И даже при том, что если там между провайдерами там огромный какой-нибудь толстый линк, да, у нас там какие-то сраные 10 гигабит там, я не знаю, там, сколько там. Вот. Оно все равно будет через нас идти. Потому что он… Да, да, да. Поэтому надо быть аккуратным. То есть BGP работает поверх IGP, значит, что он проходит через нашу автономную систему, и ему пофигу, что у нас там внутри, да, как у нас сконфигурирована наша внутренняя сеть, да, что может быть у нас там статические маршруты везде, может быть у нас там OSPF, IS-IS там, или RIB, там, или вообще неизвестно что, он все равно через нашу автономную систему может пройти. Дальше. Соседи в BGP не обязательно должны быть соединены непосредственно. Мы помним, что в OSPF два маршрута соединяются линком, устанавливают там по алгоритму специальному между собой отношение соседства, ну вот. И они должны быть подключены как бы непосредственно, да, друг к другу, чтобы его соседство установить. В BGP пофигу, как бы там такого нету на самом деле, и именно из-за того, что между BGP, ну в смысле между одним маршрутизатором BGP и вторым маршрутизатором BGP может лежать там сколько там маршрутизаторов, которые, ну, наши автономные системы, ну как бы, внутри нашей автономной системы. Вот. Тоже мы сейчас смотримся как клиенты, ну, с точки зрения клиентов, и зачем нам может понадобиться BGP вообще, да, вот. Что за фигня? Вот я купил себе маршрутизатор домашний, воткнулся в сеть, у меня интернет работает, нахрен нам какой-то BGP, там еще что-то там, заморочки какие-то ваши. Не надо. Обычные домашние клиенты используют статические маршруты. Если мы имеем несколько подключений, да, вот как вот это вот большое здание, ну, это вот домашний обычный маршрут, у них один маршрут, они в дефолт гитвей, сразу там шмяк провайдеру, все, пофигу. Здесь линк оборвался, ну что, без интернета сидим, как бы, да, что делать-то. Вот. Ничего страшного, терпим. Если мы, как офисное здание, например, уже такие, типа, крутые юридические лица, у нас там два провайдера, два линка к разным провайдерам, мы можем делать что? Мы можем… Нам тоже не обязательно нужен BGP, на самом деле. Мы можем статику сконфигурять, мы можем сконфигурять специальные какие-то политики маршрутизации, да, чтобы устраивать балансировку там, да, или, к примеру, там, один вилан через одного провайдера пускать, другой вилан через другого. Ну, какие-то свои, там, выдумывать правила прохождения, как бы, да, куда отправлять трафик. Но BGP удобен, на самом деле. BGP удобен тем, что он… Мы можем, во-первых, через него… Ну, как через него? С помощью него, да, там, конфигурять, балансировку делать, да, с помощью BGP. Плюс BGP будет автоматически, если у нас здесь линк отвалился, ну, вот здесь вот, например, да, отвалился линк. Если этот клиент ходил к нам, у нас какие-то, эти, веб-сервер, он ходил, ходил к нам через этого провайдера, линк отвалился, все. Что мы делаем? Ничего нам не сделать, если у нас, ну, как бы, статикой прописаны маршруты, по факту. По идее, если у нас BGP, то, как бы, провайдеры, они, конечно, между собой все связаны. Здесь на картинке не показано, но, как бы, связи там… Понятное дело, да, что все это связано. Соответственно, если здесь BGP, он отрабатывает, там проходит сколько-то времени, как раз пока он там подумает, там туда-сюда, там время сходимости, и наш клиент домашний просто начнет ходить через второго провайдера, через вот этот вот линк, который у нас уже остался. Просто за счет того, что протокол BGP перестроил маршруты, вот, и информация известна о том, что наша сеть доступна стала через первого провайдера, да, а через второго провайдера недоступна. Вот. Ну, смотрите, здесь, конечно, возникают такие штуки, что, чтобы нам подключить BGP, ну, как бы, это не так просто, да, там, взял галочку, поставил, там, хочу BGP, все. Вот. Нам нужен, во-первых, нам нужен собственный блок IP-адресов. Вот, да, еще для чего используется BGP, как раз вот для того, что, если у нас есть свой блок BGP-адресов, да, то мы этот блок адресов анонсируем в интернет. То есть мы говорим, чуваки, вот наш этот блок адресов, как бы, ходите к нам. Вот эти анонсы получают все вот, все наши соседи. Провайдер получает от нас анонс наших сетей, и дальше его рассылает. Вот. Соответственно, как бы блок сетей нам нужен, нам, во-первых. Во-вторых, у нас нужен быть номер автономной системы нашей. Номер автономной системы у нас может быть как? У нас бывают несколько видов номеров автономной системы. Автономная система, это, я уже говорил, да, это какая-то наша вот эта вот сеть, которую мы сами админим. Бывает номер автономной системы, не помню, честно, как он правильно называется, ну, типа, приватный, да, вот как приватные IP-адреса, так же приватный номер автономной системы, то есть номер, который видят только вот я и вот эти два провайдера, которые о нем знают об этом номере, которые у себя его настроили. И все, они, и вот здесь вот мы как бы между собой втроем общаемся. Другой интернет о нас не знает, потому что это приватный, как бы, автономный номер, приватные автономные системы, как приватные адреса. Либо у нас может быть публичная автономная система, публичный номер, его должны мы получать специально, вот специальных регуляторов, я не помню, как это называется, там, как обычно, там, куча буквы. Выдается официально, как бы, номер присваивается нам, вот, и уже этот номер мы анонсируем в сеть интернет, и этим номером, как бы, ну, мы представляемся этим номером, получается, вот так. Ну, и последний пункт, да, пользователь должен быть умным. Тоже надо было в кавычках поставить, но, как бы, просто при конфигурации BGP, там, могут быть такие интересные штуки, когда мы начнем, по идее же, как там у нас первая провайдера к нам должна идти, информация, ну, и как-то здесь вот так проходит, проходить. Если мы неправильно сконфигуряем BGP, нам никто же не запрещает, там, наделать настроек каких-то, там, каких мы захотим, как бы, да, то вместо того, чтобы идти по большому ринку, вот здесь вот между провайдерами информации, да, вот о чем я говорил, информация может пройти вот так вот через нас. Все начнут ходить через нас, вот, и мы это можем даже не сразу заметить, вот, ну, если там, да, у нас каналы позволяет, как бы нагрузка не очень большая, то довольно смешные штуки получаются, иногда. Так, дальше. Факты. BGP-факты. Периодические кипелайф-сообщения. Ну, это стандартная тема. Про таймера я не буду говорить, там, сами почитайте, когда, как она подправляются. Ну, как в любом протоколе маршрутизации, да, там, мы должны, там, сказать, хей-хей, хеллоу, там, я жив, там, все нормально, типа, скажем так. Нет периодических обновлений, вот о чем я говорю, что у нас по сравнению с SPF, мы не стремимся, мы не ставим себе целью быстро узнавать о изменениях маршрутов. Мы просто не можем себе этого позволить по той простой причине, что мы мы себя перенагрузим, мы, у нас маршрутизаторы не выдержат просто такой нагрузки, да, вот этих вот постоянных изменений, постоянно вот эти вот мы сети будем наши заваливать этим трафиком обновлений, там, да, и вот, кстати, интересная фишка была вот про это дело. В Яндексе была авария, по-моему, не помню в каком году, а, 11-го? Да, да, да. Ну, ты читал уже, видимо, да, на хабре там статью. Вот, они как раз рассказывают, у них там какое-то время они были недоступны Яндекс, просто потому, что они случайно маршрутную информацию от BGP, она попала в этот, в OSPF. А OSPF у них не выдержал, просто потому, что он не рассчитан, потому что маршрутной информации очень много, плюс он пытается обновляться, как бы, да, и там у них наступил просто полный пипец, и вся сеть полегла. Как бы поэтому, и говорят, что надо, каждый свой, надо инструмент для своих целей использовать. Вот, соответственно, BGP как раз вот для этого и придуман. Смотрите, поддержка большого количества протоколов. Ну, у меня там еще будет отдельный слайд на эту тему. Имеется в виду что? Что по умолчанию BGP работает по протоколу IPv4, вот, и может рассылать информацию именно о протоколе IPv4. Вот. Зачем используется BGP? Для подключения пользователей к нескольким провайдерам. Основа сети корпоративных пользователей. Смотрите, интересно, хочу тоже расшифровать. Вот жалко, у меня рисовалки нету с собой. У нас есть статический маршрут, у нас есть BGP, у нас есть OSPF, там, ИС-ИС и так далее, да. Статические маршруты нам позволяют что делать? Они неудобны. Да, нам постоянно приходится руками идти, там, они сами не конфигурируются, ну, потому что они статические, там, да, если что-то где-то случается, нам приходится заходить руками на маршрутизатор, там, все это делать. Но что они нам позволяют? Они нам позволяют управлять им. У нас полный контроль, вот вообще все, что происходит, как бы только под нашим контролем. Ну, если кто-то еще один с админом не занимается там и не ломает, после того, как мы починили. Соответственно, вторым в пункте идет BGP. Вот как бы мы смотрим по управляемости, да. На первом месте по управляемости стоят статические маршруты. Дальше у нас стоит BGP. BGP, это один из критериев был при создании протокола BGP управляемость, так как протокол BGP, протокол внешней маршрутизации, да, соответственно, мы получаем информацию о наших соседях и мы раздаем информацию о нас, мы хотим максимально управлять тем, что мы пересылаем и тем, что мы принимаем. Как бы, да, и в протоколе BGP это вот как раз реализована функция. Очень его любят, например, он применяется в этих корпорациях, таких как, ну, торговых этих площадках, там, брокерских системах всяких и всякой такой фигни. Даже не в том плане, что как просто как внешний протокол маршрутизации, да, а именно за счет того, что он позволяет очень гибко настраивать правила фильтрации и управлять входящим и исходящим трафиком. Как бы у них внутри может быть там свои любые протоколы, там, да, а снаружи именно он как бы выступает таким как-то защитным, как бы, да, дополнительная защита такая, которую мы можем управлять уже. Вот, протоколы SPF и внутренние протоколы, здесь не так важно управляемость, да, мы хотим, чтобы он максимально автоматически все делал, потому что это наша внутренняя система, да, это система, которую вот мы управляем, мы знаем, ну, как, надеемся, что там внутри нашей системы никого нету лишнего, там, да, что это защищенная система, соответственно, мы хотим, чтобы максимально быстро перестраивались маршруты, чтобы максимально автоматически не обращать на это внимания, вот, и, соответственно, мы жертвуем ради этого управляемостью. Понятное дело, что в протоколе SPF там тоже есть, там, разбиение на зоны, что там еще, еще есть какие-то параметры, да, там, которые мы можем анонсировать, не анонсировать, туда-сюда, но, как бы, протокол BGP больше позволяет. Больше-больше управляемости позволяет делать. BGP используется для соединения между провайдерами, но об этом я уже говорил. Золотое правило BGP, мы не можем сказать остальным, как им направлять их в трафик. Тоже, ну, это как правило, что мы не можем сказать, но мы, конечно, мы можем пытаться чуть-чуть повлиять. Когда вы начнете читать, там, вот эти вот сети для самых маленьких, и, может быть, даже здесь вот сейчас мы посмотрим, как у нас выбирается маршрут, мы можем чуть-чуть попробовать повлиять, там, на выбор маршрута, там, да, там, куда у нас уходит, куда от нас приходит, но по большому счету мы не управляем этим трафиком. Вот. Так, дальше. Мультипротокол BGP. Вот, о чем я говорил, что BGP может работать по нескольким протоколам. На самом деле он был проапгрейджен протокол, сейчас BGP версии 4, он был проапгрейджен в RFC 2283. Этот RFC переведен и на русский язык, в смысле, да. Я там потом выложу ссылочки, там, все эти. В него были добавлены расширения. Расширения в каком плане? Так, что, который позволяет ему работать поверх не только IPv4, но и IPv6, VPNv4, L2vpn и так далее. Как бы, да, там очень многие. То есть работать поверх, это значит, что он может анонсировать маршруты и по этим протоколам, да. Ну, то есть мультипротокольная полезная нагрузка. Соответственно, я вот такую картиночку нашел. С помощью команды address family мы указываем вот эти вот расширения. Ну, настройку, наверное, мы сегодня не будем рассматривать, да, там тоже в этом. В сети для самых маленьких посмотрите. Вот. На самом деле, я думаю, там особо ничего такого суперсложного нет. Так, дальше. В BGP процесс выбора пути. На самом деле, могу вас обрадовать или огорчить, но в BGP, по большому счету, там нет метрика. Нет такого понятия, как метрика. Ну, как в других протоколах, да, там, в протоколах RIP, у нас в протоколе RIP у нас есть метрика. Кто помнит, какая там метрика? Кто не помнит? Хопы. Хопы там, правильно. В RIP мы считаем просто количество маршрутизаторов, мы не обращаем внимания на какой у нас там канал, какой там чего. Соответственно, в остальных протоколах, я уж точно не помню, там есть специально, мы пытаемся там считать эту метрику уже, чтобы было более точно, там, чтобы канал у нас, ну, чтобы мы обращали внимание на канал, там еще что-то такое. здесь вообще нет такого понятия, как метрика, здесь есть так называемые атрибуты. вот здесь у меня перечислены, наверное, сколько, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, это 10 основных атрибутов, ну, как, нет, не основных, а 10, которые поместились у меня на слайд, там есть еще парочка таких, которые толком не рассматриваются, и по большому счету мы можем сейчас поговорим про 4 первых атрибута, да, вот, и их можно запомнить. Как бы дальше атрибуты по большому счету до них не доходят, в том плане, что мы идем, как происходит алгоритм выбора пути, мы смотрим просто по, начиная сверху вниз, по этим атрибутам, сначала мы смотрим наибольший вес, сейчас я расшифрую, там, да, о, наибольший вес, потом смотрим local prev, там, да, такой prev, или нет, у кого там больше, меньше, локально созданный путь или не локально, самый короткий аспас, и как бы у нас получается, что, ну, мы сравним параметры просто, которые, но мы, мы в смысле это вот, мы, на этой картиночке вот, мы получаем один и тот же маршрут от двух разных провайдеров, два разных провайдера, ну, здесь как-то интернет нарисован так, и, соответственно, мы должны выбрать, куда нам отправлять, к этому провайдеру или к этому, и мы начинаем у нас, по нашему алгоритму, просто проверять эти параметры, там, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, проходим, такие говорим, о, этот круче, стопудово, пойдем-ка, сп1, все, соответственно, давайте поговорим про эти параметры, на самом деле, на самом деле, самое важное, это вот этот вот параметр, аспас, что это такое, я сам уже забыл, как переводится, как переводится, я не помню, я говорю, как переводится, как вот так, смотрите, аспас, как нам объяснить, у нас есть, ас, это автономная система, а пас, это, путь, путь, да, это путь, не, это имеется в виду, смотрите, что, когда мы отсылаем, по BGP, информацию, о сетях, мы, например, отсылаем асп2, вот мы, например, имеем аэс, ну там, 5000, к примеру, да, мы отсылаем асп2, информацию об этом, и мы вкладываем в эту информацию, информацию про наши сети, и там говорим, аэс 5000, то есть от нас пришло, да, асп2, допустим, он имеет там 6000, да, ну, номер аэс, он отсылает дальше кому-то, и добавляет свой номер автономной системы, 6000, то есть у него, вот этого, у третьего чувака, у него получается уже 6000, 5000, то есть он знает через номер автономной системы, идентифицирует нашу автономную систему однозначно, то есть он знает, через кого надо пройти, то есть он знает, что если он хочет попасть в нашу сеть, он должен сначала перейти в автономную систему с номером 6000, вот к этой аэсп2, и потом он попадет в автономную систему 5000, это наше, Самая короткая имеется в виду самый короткий список автономных систем, то есть это получается по факту как в протоколе RIP-HOP, только там мы считаем 1,2,3,4,5 хопов, а здесь мы записываем еще номера этих автономных систем. Это самый главный параметр. Самый главный, хоть он и на четвертом месте стоит на самом деле, он главный, как можно сказать, по весу он на четвертом месте, но по факту главный, потому что наибольший вес, это что такое, специальный параметр Cisco, он является локальным, мы его настраиваем руками. По большому счету этот параметр обычные с админы не настраивают. Ну в смысле мы либо ставим его дефолтным, либо там 0,1, никто не запаривается, его специально не настраивают, поэтому он хоть и на первом месте стоит, но мы можем сказать, что он не используется в реальной жизни. Дальше. Параметры localprev. Я что-то не помню, что это такое. Честно. А, вот. Смотрите. Localprev, атрибут, не параметр. Он обязательный, он не обязательный, а дальше мы об этом поговорим, он используется внутри автономной системы и присваивается, в общем я не помню, честно, потом почитайте. Локально созданный путь. Вот это я помню. Логично предположить, да, что, ну это в других протоколах маршрутизации тоже есть такая тема, что локально созданный путь, он для нас должен быть всегда в приоритете по сравнению с тем, что нам пришло. Как бы если нам какой-то вот этот вот ASP2 говорит, чувак, у меня вот эта вот сеть, это 55.1.6.0.24, он пытается ее анонсировать, а мы понимаем, что вот этот вот 55.1.6.0.24, она у нас внутри, то есть локально созданная. Понятное дело, что мы будем себе верить, да, что или кто-то нас пытается запутать, или где-то какая-то ошибка, ну что за бред, мы же знаем, что это внутри у нас сеть. Вот. Соответственно, локально созданный путь, она независимо даже какой там ASPAS, там и все остальные параметры, будет на первом месте для нас. Вот. ASPAS мы уже поговорили о том, что позволяет выбирать маршрут, позволяет как бы цепочку строить из автономных систем, плюс она служит, этот параметр, фу, этот атрибут, будем правильно говорить, служит для разрыва петель, для предотвращения петель. Потому что, смотрите, у нас может быть такая ситуация, ну как не может быть, она постоянно такая ситуация у нас в интернетах случается, что мы анонсируем, допустим, ну то же самое вот это вот 1.6.0, она у нас где-то здесь внутри. Мы ее анонсируем этому провайдеру, мы ее анонсируем этому провайдеру, говорим, что да, вот эта вот сеть, она у нас внутри, внутренняя сеть, типа все, вот. Начинаем сюда, этот провайдер там кому-то, кому-то строит такую цепочку, там по цепочке всем анонсируем, анонсирует, что говорит, да, чуваки, я знаю, как попасть в эту сеть, через него идите, через нас, там, номер автономной системы 5000, вот, и в итоге там через как-то вот так вот доходит до ASP-1, ASP-1 такой, говорит, о, чуваки, я же тоже знаю про эту сеть, как бы, да, вот, и он понимает просто, да, он понимает, что, что он понимает, он понимает, что это дубликат, во-первых, он понимает, что это про одну и ту же сеть, вот, он понимает, что более длинный маршрут получается, да, потому что от PAS, от PAS получается более длинным, вот, и во-вторых, он понимает, что, что мы же тоже анонсируем сети, то есть как он получается, получает ASP-1 с номером AS 5000 от нас, от этого чувака и отсюда он тоже получает с номером 5000, вот, и одновременно мы ему пересылаем информацию еще от ASP-2 с номером 6000, как бы, да, соответственно, ну, мы, да, 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 там большой-большой список получается, и он выбирает просто маршрут, который минимальный ASP-2, и если он видит себя, когда у нас получается петля, то есть, смотрите, смотрите, нет, здесь еще нету петли, ASP-2 нам сказал, то есть мы дошли до ASP-1, он нам сказал, что он знает об этой сети, ASP-1 начинает анонсировать нам, вот, и здесь уже появляется петля, да, нет, даже вот здесь, наверное, ASP-2 появляется петля, потому что у нас появляется дублирующий номер автономной системы в этом списке, у нас большой список, через кого мы идем, вот, и ASP-2, он просто понимает, что, блин, чуваки, это же 6000, это я, ну, у меня номер 6000 автономной системы, вы мне прислали какой-то маршрут, который прилегает через меня же, но там я нахожу где-то там в середине, там, или в конце, хрен знает, какая-то подстава явно, и он просто дропает, вот, соответственно, у нас вот этого нету, ну, дропает пакеты, дропает вот эту информацию об этих маршрутах, просто потому что, как бы, он понимает, что получается петля, да, тогда, если бы мы не дропали, у нас бы могло бы оно так вот все по кругу бы ходило-ходило, сюда бы мы отправили, там, ну, допустим, у этого там 7000, потом оно бы сюда добавилось, опять бы 5000 было бы, опять бы сюда пришло 6000, ну, как бы, и оно бы добавлялось, там, да, этот маршрут бы строился, и он бы в понарастающем бы, да, ну, соответственно, если маршрузатор получает информацию от соседей и там видит себя в этом списке, то он просто дропает. Аспас, это вот список этих автономных систем, соответственно, это происходит постоянно, потому что петли, ну, в интернете, как бы, понятное дело, что там все друг с другом связаны, постоянно вот это вот происходит, и как бы все дропают и не парятся, потому что, ну, путь с наименьшим типом источника мы смотрим дальше, он уже получается, ну, дальше уже рассматривается, ну, допустим, по идее, как-то чисто теоретически у нас же может быть отпас там какой-то определенной сети просто одинаковый, если у нас вот, например, вот здесь у нас еще одна сеть, и, соответственно, она может и через этого провайдера, и через этого провайдера одинаковый, да, что здесь просто будет там 7000, а здесь 5000 указан, ой, фу, 6000 указан, да, аспас, ну, и следующий там этого, соответственно, для нас это будет, мы не можем определить, соответственно, мы идем дальше просто по цепочке и начинаем понимать. Вот, наименьший тип источника, смотрите, вот эти вот буковки и, е и вопросик, и это значит, имеется в виду egp, внутренние протоколы, internal, да, ну, эти, которые вот ospf, там, да, isis и все такое, они как бы стоят на самом последнем месте для нас, потом у нас идет е, е это как раз вот EGP, да, external, ну, то есть то, что мы как раз вот, я о чем и говорил, что по факту это то, что получено от BGP, то есть маршрут, который получен от BGP, он имеет преимущество при всех равных остальных условиях перед тем маршрутом, который получен от нас, если это не локально созданный путь. Ну, как бы, да, что вот этих маршрут, мы рассматриваем, потому что вот этих, например, их нету, а спас одинаковый, и то есть если мы получили EGP, то мы будем по BGP повесылать. Ну, как бы, это будет маршрут по… Сначала он internal, внутри еще потом приходит на external. Да, да, а потом, да, а потом, а потом будет вопросик, это который, типа, не определен или где-то по дороге потерялся, типа того, который мы не знаем, источник. А, ну вот, о чем я говорю, предпочитаем. Наименьшие методы я не записал себе, честно, что это такое. Я думаю, ну, почитайте еще подробнее, как бы, я всю информацию скину там в группе, еще про это все дела. Предпочитаем EGP, EBGP вместо IBGP. Ну, у нас как бы BGP тоже делится на два вида, там, да, внешний и внутренний. EBGP – это как раз вот внешний. Ну, вот. Дальше идет наименьшая EGP-метрика. Ну, это понятно. И дальше уже там всякая ерунда, что путь получен первым. Ну, то есть, до сюда по факту получается, да, что если мы рассматриваем вот эти вот все параметры, да, вот после четвертого пункта, все эти атрибуты мы рассматриваем при том, что до этого атрибуты, как бы, нам не дали какого-то ответа. То есть, по факту они считаются, плюс они и считаются опциональными. Смотрите, у нас есть… Ага, косяк вышел. Атрибутов. Вообще вот эти вот все наши атрибуты, то, что я здесь понаписал, и там еще парочка не особо используемых, они делятся на опциональные и на обязательные. Обязательные и необязательные. Во-первых. И, во-вторых, они делятся на well-known. Ну, это как порты well-known, да, которые стопудово, вот мы знаем, там, да, до 1024. Также здесь вот эти вот пять атрибутов должны быть… А, даже три вот этих вот атрибута должны быть обязательными. Вот. И дополнительные атрибуты. Well-known атрибуты по-английски. Ну, или общеизвестные, или обязательные. Главное отличие. Они посылают соседям и определяются любым маршрутизатором. Любое устройство в сети, да, которое работает с BGP, должно определять эти параметры. Они подразделяются, вот, их пять штук, well-known, да, атрибутов, но они подразделяются на, по-английски, если mandatory, discretionally, discretionally, обязательные и необязательные, в общем. То есть, well-known, обязательные, вот эти три штуки, они всегда посылаются, необязательные, являются выборочными, могут посылаться, могут не посылаться, могут приниматься, могут не приниматься. По факту, да. Так. Значит, поговорим поподробнее. Ориджин атрибут определяет, откуда пришел нам предыдущий пакет, откуда мы получили эту сеть, типа того, да. Он должен быть всегда распознан и всегда должен быть перенаправлен дальше соседям, ну, потому что это обязательный атрибут. Вот. Он может быть IGP, внутри себя содержать, да. Ну, в смысле, там, у него несколько параметров бывает, да. IGP, то есть это внутренний, да. Да, 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 это атрибуты. Вот эти вот, то, что я говорю, они между собой отмениваются атрибутами, чтобы потом выбрать маршрут на основе этих атрибутов. А до этого ты описывал его большую патчу? Да, а это, смотри, это, это типа, это они же. Разбитые, что ли? Да. Только это волнован атрибуты? Типа, а те, а тут просто все подряд. Вот здесь самое, вот это вот, аспас, да, вот он, аспас, это типа. Несхоп, только надо было, наверное, их это. Я из разных, видимо, источников брал просто, поэтому надо будет подписать потом, что имеется в виду под Origin. Смотрите, Origin, да, он может быть откуда? Маршрут, полученный посредством внутренних наших маршрутов, внутренних протоколов, да, там, OSPF, BGP, RIP, ну, в смысле, IBGP, который внутренний. Он может быть получен посредством внешних, вот этот и BGP наш, и неизвестный, incomplete типа того. Ну, вот. Дальше. Аспас, но об этом мы уже довольно много поговорили. Обязательный well-known атрибут. Опишивает маршрут, по факту, да, ну, цепочка этих автономных систем, через которые мы должны пройти, чтобы попасть к нам. Тут все логично. Вот. За счет вот этого как раз атрибута, спас, вот, немножко отклонимся от темы, да, что мы можем управлять трафиком, который будет к нам идти. То есть, если у нас два подключения, да, мы можем с помощью, ну, специально настроить так, чтобы, по идее, мы отправляем, как бы, обоим, ну, если у нас два провайдера, мы обоим отправляем одинаковый, ну, наш номер сети, наш автономный, да. По идее, мы можем в одного провайдера так сделать, чтобы туда добавлялось еще номер, еще один номер автономной системы. Ну, какой-то левый, и получается так, что в интернете все знают о том, что наша сеть доступна, ну, то, что наша сеть, это у нас находится, в нашей автономной системе, да, то, что мы анонсируем, но она через одного провайдера доступна с наименьшим числом хопов, чем через другого. Потому что другому провайдеру мы, собственно, ручно дописали еще один номер автономной системы. Соответственно, мы можем, вот за счет этого мы можем чуть-чуть управлять входящим трафиком. в нашу сторону. Ну, понятно примерно, да? Next hop, ну, все тоже совершенно просто и прозрачно, это обязательный волнован атрибут, который определяет адрес следующего провайдера, следующего бджп хопа. Ну, вот. Дальше что у нас, local preference, это уже волнован необязательный атрибут, там обязательно только атрибут этих вот, да? Дальше идет необязательный атрибут, обычно он используется внутри одной автономной системы, ну, то есть внутри нас получается, да? В общем, да, как-то так. Вот. Дальше почитайте сами поподробнее. Просто здесь уже было довольно поздно, когда я к этому готовился, уже из мозга выветвилось. Вот. И Atomic Aggregate указывает атрибут, тоже необязательный, он указывает просто, что произошло агрегирование маршрутов. Ну, то есть провайдер, ну, к примеру, SP2 там, да? Вот он имел такую сеть, и он, ну, то есть две сети, которые он может агрегировать, зачем ему анонсировать две небольшие сети, если он может анонсировать большую и, типа, говоришь, чуваки, вот эта вот вся большая сеть, она через меня доступна. Ну, да? Ну, логично. Либо он может сказать, что вот две маленькие, но, как бы, соответственно, две записи в таблице мошенциации содержать это не очень хорошо. Ну, протокол SPF, на самом деле, тоже умеет такие штуки делать, и мы можем это настраивать. Соответственно, я думаю, что здесь тоже все это настраивается делать. Вот. Все это суммирование. Вот, как-то так. На самом деле, у меня все. Вот, такая немножко обзорная лекция получилась. Ну, дальше, как кто заинтересовался, кто думает, что ему надо вот прям БДЖП, да, Олег, наверное, будешь читать там сети для самых маленьких на Хабре. А? Дальше ты почитаешь сам. Вот. Спасибо.